В первый день зимы в обществе инвалидов было как никогда многолюдно. В этот день были подведены итоги декады спорта, посвященной Всемирному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Это не праздничный день, это своеобразный знак беды, говорящий обществу о существовании рядом людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот день напоминает о том, что общество обязано заботится о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке. И организация инвалидов как раз занимается этим. Поддерживает больных людей, создает условия для реабилитации культурной, социальной и спортивной. По словам председателя общества инвалидов Николая Васильевича Горева, проблем хватает. Это доступная среда к трудоустройству инвалидов, проблема с обеспечением лекарственными средствами, а также сейчас организации требуется бухгалтер. Мы хотели, чтобы какая-то организация взяла эту должность на себя, но пока закон вступил в силу, в новое положение, в том, чтобы обеспечивать через общественные организации противорабочие, но в нашем городе пока таких добровольцев не нашлось. И общество не существует только за счет себя, кто инициативные люди, наши самые активные члены общества. Это Беловошин Рэм, Щетинкина Ольга, Ильина Наталья, Диновагина Зиля, Ляхова Антонина. В спортивном отношении можно отметить таких, как Агарчеев Владимир, Детельков Александр, Журов Владислав, Смирнов Роман. Ну и я приглашаю, конечно, всех желающих, кто хочет заниматься спортом, заниматься творчеством, ну и просто пообщаться, потому что общение для инвалидов – это большое значение, и мы всегда рады видеть всех желающих, особенно молодых инвалидов, потому что мы постоянно участвуем в областных соревнованиях, нам нужны спортсмены в любых направлениях. Что нам дает общество? Конечно, мы здесь получаем заряд бодрости, потому что ведь у нас не только вот спортсмены, за спортсменов мы всегда болеем, и это очень хорошо, что еще среди нас есть еще и талантливые люди. У нас очень много талантливых людей. Мы ходим на выставки, занимаем там призовые места, делаем поделки, вот, ездим куда-то на конкурсы, вот буквально завтра мы едем на конкурс, который проходит ежегодно в городе Наволоки, называется он «Парус надежды». Вот, туда мы везем и наших рукодельниц поделками, и песенное творчество, и литературное творчество, в общем-то, вот все наши таланты мы завтра там покажем. Я буду петь песню. Это просто война, поскольку вот сейчас такое у нас время, и как бы эта тема приветствуется. Декада спорта, стартовавшая неделю назад в физкультурно-оздоровительном комплексе, включала 10 видов. Настольные игры, шахматы, шашки, бильярд, корнхолл, джакала, а также броски в кольцо, стрельба из пневматической винтовки, эстафеты. Поздравить членов общества с успешным окончанием недели спорта, вручить грамоты, медали отличившимся, а также сладкие призы и подарки пришли сотрудники администрации, Центра занятости населения, социальные партнеры. Светлана Баварская, Виталий Узгренко, Сформенов ТВ.